В качестве барьеров для развития это убийство инвестиционного климата в стране ключевой ставки, ставкой во-первых, и никаким повышением ключевой ставки, тем более на таком уровне, когда она в два с половиной раза превосходит уровень инфляции, по крайней мере официальный уровень инфляции, не сбить инфляцию, в два раза ее не понизить. Потому что убив инвестиционный климат, мы снизили доступ к оборотным средствам предприятий, это первое. Второе, мы в результате перешли к коротким кредитам, а это значит только к торговым кредитам на размер одной сделки, и даже там в результате это будет ставка учитываться, потому что это тут же ведет к повышению ставки кредитования, а как следствие, соответственно, это тут же отразится на увеличении инфляции. Кроме всего прочего, надо смотреть на закредитованность предприятий и какими кредитами промышленность закредитована. Закредитованность предприятий очень высокая, потому что мы прошли очень высокий и длинный период вымывания оборотных средств предприятий собственных оборотных средств. Кроме всего прочего, предприятия все инвестиции осуществляли в основном не за счет собственных средств. Это хорошо еще, что появились такие программы, которые позволяли иметь доступ к дешевым кредитам, к Минформторговским, и появились программы стимулирования инвестиций. Но эти программы теперь не будут опираться на возможности доступа к коммерческим кредитам, а при этом эти программы не стимулировали конечный спрос. В целом ряде случаев, например, в нашей отрасли примерно 60% спроса – это спрос, так или иначе, связанный с бюджетом. Бюджетом муниципальным, региональным, федеральным, а также различного рода стройки бюджетные, соответственно, инструменты ГЧП, будь то контракты жизненного цикла, энергосервисные контракты, концессии и так далее. Инструменты ГЧП становились ключевыми. При высоком ключе эти программы умерли, просто умерли. Вот у нас объем этих программ примерно 100 миллиардов составляет. И мы видим, как остановились дальше уже подготовленные концессии, как они остановились у нас. Кроме всего прочего, до недавнего времени, до СВО, мы экспортировали свою продукцию в 43 страны мира. Если говорить о недружественных странах, ну проще сказать, что из дружественных стран мы экспортировали там в пяток стран. Все остальное было недружественные страны. При этом, когда я говорю дружественные, там Индия, Иран входят в их число. Недружественные. Вот мы сейчас отгружаем продукцию в США. Какими-то? Нет, прямыми. Да? Да, из России. Мы от Португалии до Грузии, вы везде встретите нашу продукцию. В каждой стране, в Европе, если говорить. Там от Новозеландии на юге, до, соответственно, там скандинавских стран, вы везде встретите нашу продукцию. Поэтому в этом смысле мы чувствовали себя достаточно уверенно. Возвращаясь к теме ПО, у нас собственное ПО, но мы начали им заниматься в 1991 году. Поэтому вот весь путь софта у нас пройден, и когда еще в 2014 году мы поняли, куда все заведет, и мы поняли, что с нами легче всего будет расправиться, отключив нам просто операционную систему, то мы сделали свое ПО, перевели на мультиплатформенную, и завели туда в том числе российскую платформу. И более того, там, ведущие в нашей отрасли, компании, которые создают программное обеспечение, они делают это, глядя на нас, с отставанием от нас на несколько лет. И у нас наше ПО, например, это программа «Свет ночи», она с точки зрения интерфейса более высокого класса, чем там немецкая, чем швейцарская, чем английская, она позволяет, ну, человеческий глаз видит отраженный свет. Отраженный свет – это яркость тех или иных объектов. Она позволяет перестраивать картинку, она считает ее мгновенно, и перестраивает картинку сразу, вот вы повернули зрение, просто поворотом головы, она вам перестроила картинку, вы видите ее в натуре. Считает она лучше, более качественно, погрешности у нее ниже. При этом в нее заложены строительные материалы, которые наши отечественные и иностранные. Потому что у нас есть в том числе и концессии в Европе, причем в Западной Европе. И, соответственно, нам необходимо считать в том числе с их строительными материалами. То есть она и здесь более универсальная. И, ну, в общем, мы себя чувствовали достаточно уверенно. Уровень нашей импортозависимости, вот нашей компании, всего там был 5-7 процентов по каким-то элементам. Сказали, что чувствовали себя уверенно. Сейчас как чувствуете себя? И сейчас чувствуем себя уверенно, потому что мы, собственно, переоснащение, хотя оборудование в основном, вот с точки зрения такого высокотехнологичного, в основном импортное. Чего тут скрывать? Есть отечественные? Есть. Но даже это отечественные, но все равно там блоки управления заложены импортные, то есть с крупноагрегатной сборкой. Субтитры создавал DimaTorzok